И это разрушает потом семью. Как это работает, сейчас я расскажу. Ну, допустим, ты чувствуешь с близким человеком страдания, с ним трудно, тяжело, он уже задолбал. И тут ты все-таки послушал Олега Геннадьевича и начал ходить в храм. И думаешь, ой, как мне хорошо, ой, как мне хорошо, ой, как мне... Пошел он нафиг! Мне так хорошо, фрай, да пошел он вообще! Пошли они все вообще подальше. Мне так хорошо, здесь освещенная пища, здесь песнопение, все так классно. Мне так нравится, все. И близкие люди говорят, а что это тебе так слишком хорошо? Ну, потому что я же не с вами, я там, поэтому мне хорошо. И я там всегда буду... Все. Это значит, что вы ничего не поняли вообще. Вот духовная практика предназначена для того, чтобы дарить близким. Вот взял в храме доброту, отдавай близким. А если ты жмотишься, тебе хорошо, а мне все равно, как отдавать близким доброту? А не надо им агитировать их в храм, не надо им говорить, что мне хорошо, там... Вообще этого не надо делать. Это же понятно, вот допустим, если близкий человек рядом с вами живет, ему хорошо, и вам тоже хочется, чтобы вам было хорошо рядом с ним. Но если вы его взгляды принять не можете, то начинается раздрайв. Поэтому не надо говорить им, что тебе хорошо в храме. Надо говорить, мне хорошо с тобой. А в храме я просто экспериментирую, прихожу, смотрю, что там как. Понятно? У вас неправильное мышление в отношениях с близким. Вы не можете передавать им счастье, а его просто в себе держите. Для себя как бы это все делать. Понимаете? Нет? Ну, я... То есть надо больше им служить. Надо вот счастье свое отдавать. Вот вы пришли со счастьем, допустим. Ну, представьте себе, допустим, вы пришли на лекцию ко мне. У меня счастье просто завались там внутри. Я такой, здравствуй, дорогие друзья. Рад вас их видеть. И счастье не отдаю. Зажал. Пойдете на лекцию потом еще раз или нет? Вот что мне надо делать, чтобы вы пришли на лекцию? Мне надо вам отдавать все, что у меня внутри есть. Все счастье, чтобы вам хорошо было. Так или нет? Вы же за этим пришли, за счастьем, вот от отношений. Так? Тоже самые родители, они приходят к вам за этим. За любовью. Вот если есть еще, все отдавайте. Ну, надо скромно себя вести. Не надо, типа... И вот смотрите, у меня, видите, счастье? Я могу вам отдать. Хотя вы мне не можете отдать. У вас только нету. Понимаете, вот так не надо. Это неправильно. Надо, наоборот, радоваться родителям. Говорить, у вас больше счастья, чем у меня. Тогда они будут счастливы рядом с вами. Спасибо большое. Можно короткий вопрос еще один? Ну? Ну, меня сокращают. И там... Какая работа? Ну, госорганы... Как бы... Ну, я работаю с базами данных в госорганах. Ну, просто там меня сокращают и предлагают должность. Там как бы... Красиво? Мне подарили. А? Стопы. Священные стопы. Лотосы вокруг. Можно продолжать? Да. Ну, и там как бы все... Ну, то есть, белая зарплата в два раза меньше. В качестве компенсации, как бы, какие-то серые схемы. Как бы, место новое. Нужно будет переезжать в новую квартиру. Ну, то есть... У вас от служения вашего квартиры была положена? Ну, просто сейчас я в другом месте работаю. Меня вот 12 октября, соответственно, сокращают и переводят в другое место. То есть, нужно будет переехать или... Ну, там очень неудобно ездить. А если вы отказываетесь, что тогда? Тогда мне выплачивают 300 тысяч. Ну, я не знаю, может, что-то еще предложат. Но пока мне сказали или это, или ничего. 300 тысяч выплачивают один раз и все, и дальше? Ну, и дальше, например, как вариант, ну, то есть, можно подучиться и просто в другую сферу идти. А может быть, это все параллельно делать? То есть, перейти на другую должность и подучиться, и оставаться в этой организации, потому что она вам приносит удачу. Там у вас нормально все. Вот, надо просто принять вот судьбу сейчас. Судьба вот у вас такая, она вас разрушает. Она, ну, сокращает вас. А потом судьба, наоборот, улучшается. И пойти на более низкую оплату, проглотить это, и потом дальше развиваться в этой организации. Подучиться и подниматься опять вверх. Спасибо. Потому что это временное явление. Вот вы думаете, как вы мыслите. Вы думаете, вот сейчас у вас повезет, примерно на 40% вы падаете в этой организации. Ваш статус на 40% примерно понижается. Вы думаете, что это навсегда? Нет. Это просто такой подвох. Вы как бы принимаете его, и потом идет подъем дальше. Пройдет 7 месяцев, и вы опять постепенно доходите до того уровня, который вы имеете. И потом опять скачок качественный будет, вас опять повысит. Спасибо. И, ну, соответственно, если мне предложат должность, там есть такие должности, которые как бы подразумевают, ну, какие-то серые схемы. О, этого не надо. От них лучше отказываться. Да-да-да, это не надо, потому что потом можно сесть в тюрьму за кого-то. Такая практика тоже существует. Если ты согласился, вот на серые схемы, потом дальше тебе надо бумажку подписать, что ты во всем виноват, потом сиди 8 лет, мы тебе будем платить деньги за это. Знаете, как бы, это не надо. Жизнь дороже. Если серые схемы, значит, тогда подарите им всем мир, весь мир. Идите в другое место. Ну, понимаете, серые схемы бывают разные. То есть, никогда не нужно идти на компромисс со своей судьбой. Никогда не нужно выбирать риск, который тебе навязывают. Этого делать не надо. Но в этом мире нет совершенной деятельности. Всегда есть какие-то подвохи там небольшие. Это в пределах нормы, понимаете. А ну, а если прямо серьезный криминал, прям, тогда уже не нужно соглашаться. Рано или поздно все это вскрывается. Большое спасибо. Вот, мои дорогие друзья, всем хочу вам сказать такую вещь. Вот вы живете обычной жизнью, да? И вдруг неожиданно приходит удача. Очень высокое положение в обществе, много денег, много возможностей. И эта удача вам говорит, теперь тебе надо. Вот, ну, если ты хочешь ее получить, теперь тебе надо. Изменять жене. Надо, потому что невозможно. Это корпоративные вечера только в банях происходят. Это мне рассказывал человек, который занимает очень высокое положение в обществе, понимаете. И он мне рассказывал, как его судьба испытывала. Он говорит, вот выбирай. Или ты с нами в баню ходишь, там будут девочки. Ты в нашей, как бы, среде находишься. Вот. Или, ну, мы будем без тебя работать. А он очень любит свою жену. У него верная жена. У них такие чистые отношения. Они в храм ходят. Ну, и человек дошел до высокого положения в обществе. И вот ему Бог ставит такой вариант. Или говорит, давай вот так. Или никак. И он говорит, он сказал, если я вам нужен как специалист, то вы ко мне обращайтесь. Я готов там помогать, служить. Но вот этим я заниматься не буду. Ну, как бы, ну, я не против, вы занимаетесь, как, чем считать нужным. Но я вот такой человек. И они его взяли все равно. И потом он у себя, прямо у себя в комплексе. То у него был такой комплекс свой, где он занимался там туризмом. И он у себя в комплексе организовал баню. Классную просто. Без баб. И приглашал своих, это, своих знакомых. И разок в эту баню он пригласил их и меня. Мы там поговорили о Боге. Посидели. Им очень понравилось. Все, мои хорошие, теперь лекция. Такая у нас пошла тема. Я начал эту тему изучать глубже. Мы с вами много говорили об очищении слоев психических. Сейчас все вы уже знаете, как это делать. Я теперь хочу глубже копнуть и рассказать еще вообще про то, как действует судьба, что такое грехи, как они влияют на человека, как можно их побеждать разными способами и так далее. Давайте в эту атмосферу немножко окунемся. Поговорим об этом поглубже. То есть, у человека есть три тела. Есть физическое тело. Это вот. Это Олег Геннадьевич или нет? Вот это вот. А? Ну так еще рано, как вы говорили. Хорошая шутка. Мощь Олег Геннадьевича, которые еще двигаются. Надо дополнить. Вот. Ну то есть, это тело. Это не мощь, это живое тело, да? Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич это кто такой? Это что такое Олег Геннадьевич? Это душа вместе с психическим телом. Да? Ну то есть, есть физическое тело. Без него тоже Олег Геннадьевича не будет. Вот он будет уже там, Федор Петрович где-нибудь, или Мария Ивановна там. В другом месте где-то, ну можно и в мужское тело попасть, и в женское. Вот. Но тело это все равно не я. Это мой инструмент для жизни, который надо правильно содержать. Есть психическое тело, тоже инструмент. Но в отличие от физического, вот психическое тело, оно в этой вселенной неразрушимо. Ну то есть вы пока, вот мое психическое тело не будет уходить, оно сделано специально для этой вселенной. Пока душа, это духовное тело, находится в этой вселенной, психическое тело будет оставаться то же самое. Это значит, я себя тем же самым буду чувствовать. Понимаете? Я буду чувствовать себя тем же сам, просто уже не Олег Геннадьевичем, а кем-то другим. Но то же самое, качества такие, желание лечить людей, там давать лекции, все это останется. Но при этом, как бы, тело может быть другие. Оно все равно же менялось, тело. Вот допустим, мне было три года. Я чуть-чуть это помню, мама мне потом рассказала подробнее. Мне было три года. Это было в Серове, такой северный город, Светловская область. Вот. Мы должны были куда-то ехать на автобусе. Такие маленькие автобусики были. Сейчас таких нету. Вот. Это было 54 года назад. И автобус долго не приезжал, потому что тогда редко автобусы ходили. Очень. И стояла какая-то телега на остановке. И мама меня поставила на телегу и начала слушать, как я рассказываю стихотворения. А в это время я уже знал много стихотворений. Дядя Степа Великан, там всякие старуха Шипокляк, там много-много всего, всяких стихотворений. Вот. Мой Дадыр, там и так далее. И начали подходить люди на остановке, которые стояли. Подходило и много людей. Это была первая моя лекция жизни. Стихи. Как? Да, стихи. Я сейчас уже их не помню. Это 54 года назад было. Вот. Ну, да, рассказывал стихи всем. Какие мамы со мной выучила, такие рассказывал. Вот. То есть, вот это само желание что-то рассказывать, оно, видите, оно никуда не девается. То есть, с прошлой жизни тебе переходит в эту. Ну, то есть, сами способности человека, они в глубинной памяти находятся, они вскрываются. У человека есть желание это делать. Он хочет это делать. Значит, у него уже есть опыт с прошлой жизни. И этот опыт, он однозначно будет с вами. То есть, психическое тело, таким образом, все, что накопило, оно, то передает в следующую жизнь. Это закон. Ничего не теряется. Деньги теряются. Ты с собой не заберешь там в следующую жизнь деньги. Хотя надо Богу предложить такой вариант, допустим. У вас есть столько-то денег, вы с собой берете, как бы, эти деньги. И потом они конвертируются в ту валюту, на той планете, на которой вы рождаетесь. И вместе с вами вы, как бы, вылазите из здоровой матери. И сразу, как бы, с вами, как бы, счет. Банки. Уже в этой валюте, в которой, как бы, вы это... Ну, я на предложение Богу дал, на рассмотрение там посмотрим. Но на самом деле у него это по-другому работает. То есть, ребенок вместе с собой приносит благочестие свое в виде удачи. Вот люди боятся детей рожать. Они не знают, что если ты, ну, тебе положено ребенка с удачей, тогда у тебя сразу денег станет больше, когда он рождается. Это его деньги. Понимаете? А когда тебе ребенок с неудачей положен, тогда-то он рождается, у тебя меньше денег становится. Ну, что положено, то и получи. Это уже ничего не сделаешь. Ребенок тут ни при чем, он не виноват. Какой был запрос, такое предложение. Это мы, как бы, знаем, что мы заказываем. Допустим, мы заказываем пиццу, да, приходит мужик такой, как бы, звонит в дверь, у него этот контейнер, открывается контейнер, и там, допустим, лозанья. Вы говорите, ну, я пиццу заказывал. А он говорит, то у вас такая карма. Такого же не бывает, да? Вам заказывали пиццу, привозят пиццу, а если он привозит что-то другое, вы им пинка под зад, говорит, иди со своей кармой сам отсюда. Я пиццу заказывал. Но вот, что касается детей, здесь уже так не получится, потому что вы заказывали девочку, вот, а получается, мальчик, и вы не скажете, да идите вы со своим мальчиком, мне девочка нужна. Так не получится, вам придется брать мальчика и его воспитывать, потому что с Богом немножко другие отношения. Вы можете заказывать все, что угодно, он это учитывает, но вы получаете то, что положено. Допустим, вы заказываете высокого и красивого, но положено или высокий и некрасивый, или красивый, но невысокий. У вас два варианта. Есть еще третий вариант, и высокий, и некрасивый. Ну, как бы, такой вариант, конечно, никому не нравится, но он есть такой вариант тоже. И ты выбираешь или одной жить, или третий вариант. Всем, конечно, хочется такую судьбу, чтобы высокий и красивый, как заказывал. Такой бывает тоже, но редко. Поэтому, когда вы заказываете что-то у Бога, то нужно на судьбу делать, так сказать, скидку. Понятно? Итак, у нас есть три тела психических. Духовное тело – это что такое? Душа. Это вот такая психическая искорка вот здесь, в области Север. Вот здесь прямо находится. Я могу прямо вам точно показать, где вы находитесь. Вот в теле, где вы находитесь. Прямо точно могу показать. Вот девушка, идите сюда, сейчас я вам покажу. Ну, идите сюда, подходите, сейчас. Вот здесь вот она находится. Прямо вот в этой точке. Маленькая искорка размерами с атом. Там глубже. Садитесь. Понимаете, у растения в начале корня. Я тоже могу показать. Вот корень начинается, и там, если выше отрезать, будет расти. Ниже отрез, будет расти. Вот по этому месту перерезать растение не будет расти. Там душа находится. Все, запомнила она все. Теперь она знает, где я нахожусь. Отлично. Значит. Вот душа, она имеет энергию. Эта энергия видна вам всем. Эта энергия состоит... Она... Ну, душа, вообще энергия души, она имеет отраженную природу. Ну, что это значит? Это значит, что она как зеркало. Вот если на нее солнцем светить, тогда будет она солнце показывать. Если не светить, ничего не будет показывать. Ну, то есть, душа сама по себе не обладательница энергии. Она ее отражает. И вот надо так именно жить, учиться. Учиться больше отражать энергии. Вот что отразил, то и получил. То есть, через тебя солнце проходит, ты его тоже получаешь. То есть, мы так устроены. Мы не обладатели энергии. Это Бог. Он полностью полный обладатель энергии. Он сам источник солнца. Мы не источники. Мы можем просто взаимодействие с ним получать эту энергию и отдавать другим. Но душа, если вот зеркало, может взять энергию и не отдавать. Это не зеркало, это черная дыра получается. Всасывает энергию. А мы зеркала, а мы не черные дыры. Мы не можем брать и не отдавать. Если мы берем и отдавать не хотим, значит, зеркало сгорать начинает. То есть, оно может солнечный свет брать и плавится, это зеркало. Значит, оно не отдает. У ней нет отражающей способности. Значит, оно расплавится просто. И у души есть три типа энергии. Три типа энергии, как три спектра, которые она берет и отдает. Первый тип энергии называется энергия вечности. В нас она существует в виде желания жить. В нашем взаимоотношении с природой она существует в виде желания двигаться. В природе эта энергия, эта же энергия существует в виде ветра и гор. Поэтому в горах люди живут долго. Мы знаем, есть там горцы. Сколько ты были? Ну, 90. Ну, что ты такой молодой? Ну, я горыц. У нас все так живут. Понимаете? То есть, человек может жить долго в горах, просто потому, что там это энергия вечности, в нем очень активно действуют. Блоки все пробивают. Горы. Бывают такие горы, которые увеличивают жизнь, а бывают горы, которые уменьшают жизнь. У них, наоборот, плохие горы, говорят. Они в них все загибаются. А есть, которые хорошие, увеличивают жизнь. То есть, есть энергия воздуха деструктивная, а есть хороший ветер. Хороший, есть плохой ветер. Вторая энергия, которая в человеке есть, это энергия знания, желание знания. И это знание, эта энергия в человеке проявляется как знание. Мы знаем, чувствуем все. Внутри нас это движется, в психике эта энергия движется как чувство спокойствия. Нет обиды, нет негодования, нет неприязни, нет раздражительности. Почему неприязнь возникает к людям, раздражительность, негодование? Потому что мы их не знаем. Так, если бы мы их знали, мы бы их хорошо к ним. Потому что все души, все имеют хорошее качество. Но если мы человека не понимаем, не знаем, значит, тогда от него мы чувствуем другое, другие качества. Энергия знания в природе усиливается благодаря воде. Почему усиливается? Потому что вода, энергия воды, она убирает у человека незнание или беспокойство. Она успокаивает. Вот благодаря этому успокоению энергия знания начинает двигаться у нас хорошо. То есть есть психические каналы, по ним движется энергия знания, энергия вечности. И вот чистая энергия вечности, это прана, психическая энергия, которая дает нам здоровье там и так далее. Чистая энергия знания, это энергия чистого огня. Чистого огня. Знание, это огненная энергия. Энергия чистого счастья, это энергия воды, водяная энергия такая, жидкая. И когда человек стоит в воде, то он нейтрализует энергию плохого огня. И поэтому увеличивает сознание. Когда человек стоит на солнце, то он нейтрализует энергию плохой воды или токсинов. Плохая вода это токсины. И поэтому солнце дает человеку счастье. Ну ладно, не буду вас путать, короче. У человека есть три энергии. Первая энергия, это энергия вечности. Она в пространстве появляется, как ветер. В нас это проявляется, как желание двигаться. В теле это проявляется, как чувство бодрости, силы и желание жить. Вторая энергия знания проявляется в нас в виде спокойствия. И чувство уверенности, что все будет хорошо. Третья энергия счастья, которая существует внутри нас, проявляется в нас в виде хорошего настроения, в виде способности любить, испытывать наслаждение. Три энергии. С помощью природы энергия вечности усиливается ветром и длительным движением. Энергия знания усиливается водой и неподвижным положением тела. Энергия счастья усиливается солнцем в пространстве и постом внутри. Человек может поститься двумя способами. Один пост сухой, он чистую энергию солнца у себя увеличивает, энергию счастья сухим постом. Поэтому энергия солнца чистая на самом деле довольно тяжелая. Поэтому сухой пост опасен для тех, кто болен. Потому что энергия счастья противоположна энергии токсинов в организме. Когда ты на солнце стоишь, у тебя токсины все вылазят наружу. Поэтому солнечный удар это что такое? Это сильное скопление токсинов на блоке. Есть блок, связанный с настроением. Настроение увеличивает энергию солнца или счастье. Понятно? И продлевает жизнь таким образом. Если плохое настроение, копятся токсины. Это первая стадия, вторая стадия доброкачественная опухоль, третья злокачественная опухоль. Лишний вес копится тоже токсин. Это старость означает. То есть все неправильное, что у нас есть, это старость. Когда энергия вечности замедляет движение у человека, его сильно напрягает. Он становится напряженным вот таким. Есть напряжение в теле, есть напряжение в воле. Означает, что ты не можешь чего-то добиться. У тебя нет возможности. Все виды напряжения побеждаются длительным движением. Если у тебя не хватает счастья, значит тогда будь на солнце. Радуйся ему. И учись пробивать блоки на солнце. Или постись. Когда ты начинаешь поститься, тебе легче переносить солнце. Когда начинаешь быть на солнце гулять, то значит тебе легче поститься. Самый простой пост это пост на воде. Когда ты водой прочистил токсины, можно поститься насухо. Будет сухой пост. Пост для более здоровых, уже чистых людей. Потому что чистка сухим постом равносильно чистке яркого солнца. Ну, как вы понимаете, яркое солнце трудно переносить. Надо тренированным быть. Из всех видов аскез, самая первая аскеза, это неподвижное положение тела. Потому что она охлаждает человека. И самая первая энергия, которую мы должны научиться принимать, это вода. Поэтому вода самая милостивая. Если ты в ледяную воду залазишь, то ты спокойно можешь перенести ее. Но если ты лезешь на солнце, допустим, и не тренирован, тем может быть солнечный удар уже. Это не такая простая энергия. Уже с ней надо проситься осторожнее, чем с водой. Ну, то есть, есть энергия солнца, есть энергия ветра, энергия воды. С энергии ветра, энергией солнца надо относиться осторожнее. Нужно к ним привыкать, адаптироваться. Поэтому здесь надо быть основной. Энергия воды самая простая. И поэтому мы начинаем с неподвижного положения тела. И с воды. Любое вот аскезы, продлевающую жизнь, мы с этого начинаем. Получаем энергию знания. Все начинается со знания. Без знания ты не сможешь ничего сделать. Правильно? Не поддвигаешься, у тебя энергия знания копится внутри. И вода тоже делает это. Потом следующий этап. Ты получаешь энергию вечности. То есть, на втором этапе длительное движение и ветер. Мы привыкаем к ветру, к длительному движению. И на третьем этапе мы учимся стоять на солнце и поститься. Вот такая последовательность, аскез, которую мы совершаем с целью продлить свою жизнь, сделать себя счастливым. Это то, что я вам рассказывал на прошлых лекциях. Теперь движемся дальше. У человека есть психическое тело. Не душа, не духовное тело. Мы сейчас о душе поговорим. Что есть три энергии. Они пропитывают что? Психическое тело. Психическое тело это и есть та штука, которая дает жизнь физическому телу. Без психической энергии физическое тело жить не сможет. Ну то есть, есть такие каналы психические, которые пропитывают все тело человека и дают возможность телу жить. Все эти белки, жиры, углеводы, витамины, они все вторичны. Потому что они не могут всасываться в человека, если нет психической энергии. По этой причине человек может жрать железо сколько хочешь. Он уже весь магнитить будет. Но у него при этом будет низкий гемоглобин. Почему? Потому что железо не всасывается без психической энергии. Поэтому врачи не знают этого. И они потом пичкают таблетками этим всем железом. Не понимая, что человеку нужна энергия, а не витамины. Витамины всосать можно, вещества в тебя, даже вообще не кушая ничего, чтобы вы знали. Если человек правильно контактирует с энергиями и прокачивает их хорошо через себя, то он может просто питаться воздухом, водой, которая в воздухе содержится, и солнцем. Есть такие люди, которые вообще ничего не едят и живут нормально, у них вообще нет проблем. Но им надо научиться так жить. У них энергетика должна работать нормально в этом случае. Если они вот так резко начнут так делать, то они просто помрут. Потому что организм не готов еще к этому. Я вас к этому не призываю. Я не нахожусь в программе по снижению потребления населения продуктов питания. Тайное сотрудничество с правительством. У меня нет такого. Целей таких нет. Я вам просто расскажу, как мы устроены. Итак, у человека есть психические каналы, которые питают тело. Они называются на санскрите шротасы. То есть это каналы, они описаны в ведах, там все эти ниточки вот эти, которые питают тело. Это есть. Людям, которым это надо, они это изучают, потом с помощью этого лечат людей. Есть еще психические каналы, которые питают психику. Эти каналы первичны по отношению к шротасам. То есть сначала питается психика у человека, а потом тело. Если у тебя напитана психика, то у тебя объединяется настроение. У тебя становится хорошее настроение. Поэтому врачи, древние врачи спрашивают, у тебя какое настроение? Ты говоришь, плохое. Значит, в теле точно ничего не будет. Значит, у тебя, ты больной человек. Потому что, если у тебя нет хорошего настроения, ты не можешь иметь хорошее настроение. Значит, до тела уже не дойдет. Потому что сначала копится в психике, а потом только в теле. Такой закон. Итак, два типа канала психических. Один тип шротаса, это то, что в тело идет. И заставляет там обмен веществ работать, чтобы все там работало в теле. Нужна психическая энергия для этого. Энергия трех видов. Настроение хорошее. Чувство, что все будет хорошо. То есть энергия вечности, что все будет хорошо. Мы победим, мы прорвемся. Если вы приходите к какому-нибудь психологу, и он говорит, что все плохо, значит, он вам прерывает энергию вечности. Значит, он не психолог, он просто псих. То есть олог, олог это знание. То есть психолог, знание, олог, знание. Значит, он просто псих, знания у него нет. Он не понимает, что человека надо вдохновить. Надо ему запустить и нет в вечности. Наоборот, сказать, у тебя все будет хорошо. Надо ему сказать, что у тебя однозначно не то, что будет, а у тебя уже нормально, ты уже в этом направлении двигаешься. Энергию счастья надо запустить у него. Говорит, смотри, какой ты красивый. Девушке надо звонить, какая ты красивая. Парень надо сказать, какой хороший. Ну, какой молодец. Запустить энергию счастья надо. И надо запустить энергию вечности, знание энергию запустить тоже. Сказать, да у тебя все получится, ты сможешь. Все, тебе надо изучать. Я ничего не понимаю. Нет, ты понимаешь. Вот это и это должны делать психологи. Или астрологи. Они говорят, у тебя долгая жизнь. Человек, душа, у него вообще вечная жизнь. Просто долгая. У тебя долгая жизнь, но есть такие вот препятствия, которые вот так-то, так-то преодолеваются. Если ты не знаешь, как их преодолевать, тогда вообще не лезь в эту астрологию. Не надо человеку ничего говорить. Он и сам без тебя справится, если ему не разрушать веру в его судьбу. Поэтому вот эти три энергии должны циркулировать у человека нормально. Иначе он загибается. Пришли к врачу на прием. Ушли от врача в плохом настроении. Значит, этот человек вам не поможет. Если пришли к врачу на прием, ушли в хорошем настроении. С верой, надеждой, любовью. Значит, тогда поможет. Как, поможет или не поможет. Доктор говорит, доктор, а что вы меня вперед ногами ведете? Я же еще живой. Он говорит, а мы еще не приехали. Вот такой не поможет. Понятно? Дальше движемся. Вот эта энергия, которая в психику идет, она уже не просто в теле живет, понимаете? Она, у ней другая функция. Она распределяется между нами. То есть наше психическое тело соединяется с психическими телами других людей. Вот, допустим, вы муж с женой стали. Почему важно не бросать близкого человека? Потому что ваша психическая энергия переплетается с психической энергией этого человека. Вы соединились. Вот эти каналы психические, называются нади. Нади, это вот как Надя, только много. Я про слово говорю, это санскритское слово такое. Нади. Вот эти вот нади, психические каналы, они, это тоже энергия счастья, знания вечности, все те же самые энергии, только они уже между людьми живут. И даже если мама ушла из этого тела, все равно нади, к ней вот эти ниточки идут, тянутся. И через них опытные люди могут определить маму почувствовать. Вот через эти вот ниточки, через вас это чувствуется. Можно почувствовать маму. Что с ней происходит? Она кормится сейчас вашим счастьем. Не вашими страданиями. Страданиями никто не кормится. Блоками никто не кормится. Только счастьем. Нужно чувствовать, что мама вечная. Это будет ее радовать. А надо чувствовать, что мама, с мамой все будет хорошо. Это энергия, знания. И надо так же, как бы ей удачи, счастья посылать. Вот этим надо заниматься. Вот сейчас ваша мама успокоилась. Потому что я говорю для вас, и через вас ей. И она думала, ну слава богу, она все поняла, что надо делать. Она сейчас успокоилась, ваша мама. И у вас стало спокойно в сердце. Правда? Вы почувствовали? Потому что вы через сердце, мама будет чувствовать. А я и так вижу. Потому что я это изучаю. Вот. И у человека есть еще... Вот там, где я вам показал место, все видели, да? На девушке. Вот вокруг этого места есть такой шарик. Психический такой шарик. Это в психическом плане. Вот это и есть сердце. Вы говорите, сердце вот здесь, да, находится, физическое сердце слева. А психическое сердце вот здесь находится. И это такая зона психическая. Вот мы ее прямо чувствуем вот здесь, вот здесь прямо. Вы чувствуете, да? Вот здесь вот. Вот здесь. Счастье отсюда выходит, страдание. Вот когда плохо, вот отсюда тоже идет плохо. Это вот такой шарик психический. Внутри него находится точка, как искорка. Это душа. И вот этот вот шарик, внутри него жидкость такая течет. Или счастье. Счастье – это энергия жидкости, воды. Вот такая жидкость там течет. Вот. И это и есть наше настроение. Вот человек говорит, у меня сегодня хорошее настроение. Это значит, что у него там, внутри, в этой жидкости, ничего плохого не происходит. Она чистая, прозрачная и хорошо там двигается. Все. Почему у детей, в основном, у всех вот это чувство счастья такое внутри живет? Почему? Потому что в детстве плохой судьбы в эту жидкость почти не валится. Чем человек старше, тем больше валится. Потому с возрастом тяжелее, 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 пока не загнется человек. Ну что это значит тяжелее? Это значит, единство времени больше валится тяжелой судьбы с возрастом. сколь ней осталось да значит уже кряхтит человек значит много валится он не знает чем как ему надо как это серьезной возрасте проблема становится как снять усталость надо изучать это потому что в детстве не надо снимать усталость правда это была рекламная пауза и так с возрастом тяжелее жить становится то и нужно чтобы меня отвезли туда где я уже могу наполняться счастьем я не могу жить уже без аскез с возрастом детстве еще можно с возрастом уже надо по-другому жить нельзя жить по инерции нужно делать аскезы иначе скоро загнешься и коллеги иначе надо бежать когда у вас там уже вся сетовидка в узлах так . вся в кист почки вся в кистах как бы у вас уже рак там понос судороги смерть понимаете и надо коллеги иначе бежите лучше сейчас лучше сейчас спросите что делать я вам скажу и вас все сразу начнет налаживаться и так вот это вот зона вот здесь вот вот этот шарик у него кожурочка как вот у футбольного мячика его когда сдуваешь остается только вот вот кожурочка да вот это его вот мячик когда надуваешь там внутри вот это вот жидкость плавает в которой мы чувствуем себя хорошо и там в центре душа а вот кожурочка сам сам вот это вот корка вот это футбольного мячика там находится узелки судьбы шут такое узелки судьбы это такие штучки которые наполняются у человека в результате его поступков вот допустим сделал какой-то поступок зародился узелок судьбы и он когда зародился вот как что-то рождается кушать хочет сразу да хочет ням-ням также узелок судьбы когда рождается он хочет ням-ням например вы же не изменили зародился в узелок судьбы и он теперь хочет ням-ням он горит еще изменять хочу еще вот и ты ближе думаешь что делать то ли сжигать этот узелок судьбы и делать против своих желаний и идти идти на как жена хочет как олег геннадьевич говорит или идти дальше изменять и формировать узелок судьбы вот это он зародился только ему еще называют семенем судьбы тоже а ну просто на санскрите звучит карма вас она карма означает судьба а вас она означает узелок или семечко судьбы и вот она начинает зарождается это начинает созревать то есть тебе хочется еще 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 и потом семечко раз и становится уже все она становится зрелым и дальше все равно еще а вот дальше уже будет совсем другое потому что сначала семечко у тебя находится в этом мячике и она там растет и в это время ты просто хочешь это делать но последствий никаких ты не чувствуешь поэтому у нас отделяет понимаете нас отделяет действия от последствий понимать люди думаю чё я делаю как изменяю жене ничего никто не знает все нормально но потому что семечко созревает еще вот когда она созреет тогда она в результате влияние времени он может как лежать так там какой-то но есть время это энергия время это энергия которая берет и это семечко выдавливает в пространство вот этого шарика там находится ваше настроение если это семечко хорошие она просто хорошие семечки тоже созревают есть хорошие семечки а есть плохие хорошие они прозрачные они соответствуют папа по качеству вот этому настроению вот этого счастья которое там находится вот в этом вот пространстве и они это счастье усиливают то есть это семечки судьбы воду делать еще прозрачные не сияют они когда обходит внутрь в паттам вся озаряется счастьем тебе хорошо становится понимать ты чувствуешь солнце чувствуешь людей у тебя нормальное настроение вот это означает что хорошая семечко вот как чувствуется вот утром допустим семечки в основном ночью туда попадают а когда солнце восходит по цветам луны семечки попадают в воду а когда солнце восходит рано утром они начинают сиять тем что что у них есть если ты хорошие тела делал и у тебя семечка хорошая попала ты еще не знаешь допустим да но ты утром выходишь на улицу и тут как-то по цветам солнца когда солнце восходит то вот эти семена и плохие хорошие начинают активизируются от них исходит вот эта энергия или или света если хорошие хорошая знать судьба пришла и так вот этот весь мячик вот этот который там находится он состоит из узелков судьбы которые туда влетели много жизни назад эту жизнь и так далее то есть есть большие семечки есть маленькие большие значит будет расколбас в течение года двух трех четырех если маленький то за несколько дней там все пройдет или наоборот много счастья на много дней есть семечки которые вообще не не вылетают когда ты живешь на земле потому что здесь не положено быть таким счастливым вот это вот этим объясняется почему человек так много счастья хорошего делает допустим здесь на земле и у него как-то так нету так сильно потому что слишком круто такие как такое много счастья хорош и у нее семечки копится для райской жизни это только в следующей жизни тебя эти семечки потянет наверх потому что есть семечки которые человека тянут наверх у нас во вселенной распределено все верху находятся те кто живут в счастье там ну их как 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 воздушный шарик наверх летит потому что он легкий так и семечки с добрых дел они легкую природу имеют и человека поднимает наверх когда он уходит из жизни и там начинают просыпаться семечки добрых дел и человек там всегда радуется счастлив понимаете но на земле допустим не положено так сильно много части поэтому ты копишь копии для следующей жизни но здесь вот не помышляю на то что прям вот здесь тебе сейчас будет прямо рай тебя все равно сожрут все если вы представьте ты все как бы живут здесь на земле ты прям в раю здесь такой ходишь такой и что дальше будет те города чуть такой веселый еще так классно тебе начнут завидовать тебе злиться будут проблемы правда поэтому здесь на земле определенное количество счастья положено а больше не положено понятно ну это все равно вам хватит не волнуйтесь если вам бы хотя бы все что положено земле то нормально в принципе можно пожить на на тонкий кусок слева с толстым слоем сыра хватит ладно итак движемся дальше что такое время вообще откуда она взялась что она хочет есть два вида времени есть духовное время которых духовной реальности это там где мы должны жить там у всех душ духовные тела у них нет кармы почему нет кармы потому что они вообще забыли про себя всем хотят служить все хотят любить у них нет корысти они все любят бога и там нет смерти там только вечность там только любовь только счастье и почему мы нет ни там а здесь потому что мы еще не развились вот допустим зайчик сидит мягкий пушистый такой рядом лягушка он горит еще такая скользкая вонючая она горит я по природе только за тоже такое такая же как ты я тоже к зайчик по природе по природе мягкая пушистая но сейчас я нахожусь на земле и болею но когда я вылечусь я тогда стану мягкой пушистой и все перестану быть скользкой вонючим все вот в этом разница заключается то есть нам надо просто развиться и стать мягкими пушистыми перескать перестать быть скользкими и вонючими вот в этом цель человеческой жизни заключается понимаете и что значит скользко вонючие это значит что внутри вот этого шарика судьбы очень много темных семян и не только внутри шарик а также в кожурке и все эти темные семена надо сжечь переработать или сделать светлыми или сжечь их если человек всеми на семена сжигает то он вообще в духовную реальность уходит называть святые люди а если он перерабатывает их светлый прозрачный тогда в рай ну там тоже это процесс то есть израиль можно выше все выше и выше и выше и выше ну примерно так вот понятно перешло такое время есть духовное время в духовном мире она все время увеличивает счастье можем ли мы здесь почувствовать такое время можем если мы находимся на ретрите желаем всем счастья и погружаемся в эту атмосферу счастья то в какой-то момент мы начинаем чувствовать все возрастающее счастье это значит что мы как душа себя чувствуем душа сама по себе она может контактировать с духовной реальностью с духовным временем чем больше человек контактировать с духовным временем тем меньше на него действует материальное время и тем меньше грехи могут на него влиять фактически контакт с духовным временем и означает самый простой способ победить судьбу потому что духовное время растворяет грехи убирает их вообще расплавляет она сначала черные семечки превращают белые а потом белые превращают вообще прозрачные и все и как бы они перестают действовать остается только счастье внутри то есть надо научиться контактировать с духовным временем с духовным временем мы не сможем контактировать напрямую мы сможем контактировать с ним только через бога потому что все зависит от настроя у нас нет такого настроя людей нет настроя такого на земле нигде ни у кого на земле не то на бескорыстия бескорыстие идет только от тех кто думают о боге вот люди которые думают о боге и святые места пропитана этими мыслями о боге святая вода святая пища все что контактировать с Богом все это дает человеку возможность контактировать с духовным временем и тогда ты попадаешь зону все возрастающие счастья мы же хотим чтобы завтра был лучше чем вчера лучше чем вчера лучше чем вчера но это не с помощью вот этого люди думают что вот завтра будет лучше вчера если об наглее и буду делать пить что у меня все классно это не работает это самообман как и сказка про голого короля до королю сказали что он одет он идет такой всем показать свою одежду а сам без штанов это такой обман нам говорят улыбайся делали что это за рвана и у тебя все будет нормально стань успешным понимаете это самообман пока не клюнуло вот такому человек который учит таким вещам надо в задницу воткнуть иголочку и сказать улыбайся он будет улыбаться ты дальше глубже ему тыкаешь ну ясно что он не будет улыбаться он сразу тебе по руке начнет бить все вот это все вскрывается но мы можем по руке бить когда мы видим кто нас мучает а судьба у ниже нет рук она внутри человека мучает и поэтому по руке и не ударишь и ты приходишь такому человеку говоришь мне плохо он говорит улыбайся все хорошо ничего не плохо но когда ему само по башке дают судьба он уже не улыбается что игра закончилась нам что-то делать есть инструменты нормальные настоящие которые могут с этим что-то делать так что такое время материально теперь материальное время это не духовное время это противоположное время это то что увеличивает страдания в этом мире она старик тела с каждую секунду материальное время всегда создают проблемы с телом чем старше тем больше проблем и в духов и в психическом теле материальное время увеличит количество семечек с возрастом которые заходят внутрь шарика это можно как сравнить с тем что ты репатриировался в европу допустим ну и там какую-то страну развитую те говорят вот смотрите а там такие-то льготы то да все пятое-десятое сначала все нормально но с каждым днем жизни на тебя наваливается новые налоги новые обязательства и ты уже там 40 процентов налогов надо платить такого уже боишь и думаешь как же так жить понимаете замануха такая ну то есть другими словами в детстве легко жить детям они могут страдать болеть даже ну то есть эти семена грехов все равно туда заходят в детстве они вызывают болезни трудности но в целом общая атмосфера там вот она достаточно чистая потому что грехов еще мало очень то есть когда человек только начинает жить у него апгрейд происходит у него там внутри чистота он рождается чистеньким то есть семена грехов все в оболочку уходят они внутри в этой жидкости не существует и у ребенка там один допустим какой-то грех зашел он начинает орать визжать потому что неожиданно у него же нет знаний он не может терпеть страдания трудности и поэтому у него все нормально он чувствует себя хорошо в детстве смеется часто быстро забывает трудности детство такое удивительное состояние вот